Здравствуйте! В эфире главные новости региона. Это информационная программа «День». Меня зовут Илья Захаров. И вот самое важное к этому часу. Переметы, ветер, гололед. На Ставрополье перекрыты федеральные и региональные трассы. В каком направлении сегодня не проехать? Не доверять сообщениям на мобильный и не выполнять указания незнакомцев. Пенсионеров Ставрополье защитили от телефонных мошенников. Мясо, специи и секретный ингредиент. Деликатесы из изобильнинской индейки уже в следующем году могут занять рынок ближнего зарубежья. Фигурное катание – спорт для всех. В Ставрополе стартовал проект по бесплатному обучению детей и взрослых. Утро для многих водителей сегодня выдалось недобрым. С пяти утра было закрыто движение сразу на нескольких участках федеральных и региональных автодорог. Причина – сильный ветер, гололед и снежные переметы. Где нельзя проехать и сейчас, расскажет Алексей Форсиков. Молчат. Неизвестно. Как снег закончится, так и поедем. Здесь, на Деминском кругу на выезде из Ставрополя, с пяти утра стоит вереница большегрузных автомобилей. Движение перекрыто. Вниз, в сторону Татарки и далее до Невиномыска. Сильный боковой ветер и плохая видимость создают реальную опасность для транспорта. Я нахожусь возле поселка Семнореченского. Ветер здесь буквально сдувает с ног. Даже вот афлятор еле на ногах стоит. Машины здесь не пускают. Все стоят на кругу. После Темина, там наверху на горе и дальше внизу, в сторону Невиномыска. Движение полностью перекрыто. Отчаянные водители на свой страх и риск все же едут. Но сотрудники ГИБДД все же советуют не испытывать судьбу. Ветер, снег, а также зимняя скользкость, гололед на проезжей части. Создают угрозу безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции вынуждены временно ограничивать движение транспорта в ряде районов края. С утра такая ситуация наблюдается на территории Забильнинского района, Красногвардейского, Шпаковского, Новоалександровского района, Кировского. А также на федеральной автодороге Кавказ. На подъеме от Невиномыска к Ставропорю, для тех, кто все же рискнул поехать, дежурит мобильный пункт обогрева. Я добрался с этой опасной дороги до пункта обогрева, который обустроен в машине КАМАЗ. Ветер очень сильный, аж дверь у меня чуть не придавило. Здравствуйте. Здравствуйте. Что здесь такое, что здесь находится, что тут люди могут раз-вас получить? Ну, КАМАЗ, это сделан под пункт обогрева. Здесь есть шесть мест сидячих. Спальные. Плюс спальные места можно вот потом посмотреть, раскладывается топчаны. И шесть человек могут здесь ночевать. Имеются у нас здесь одеяло, спальные мешки, чайник. Чай у нас есть для согрева, чтобы согрелись. Ну, вот радиостанция, связь. В общем, все, как сказать, все, что нужно для того, чтобы обогреться и переждать непогоду, все в наличии есть. Сегодня вы кого-то уже обогревали? Да, сегодня были, с фур подходили ребята, вот чай пили. Ну, вот кто стоял в очереди, там мы не спрашивали, кто там с фур, там с легковых машин так разговаривали. Были, грелись, чай пили, поблагодарили, поехали дальше. Ну, и если какая-то совсем ситуация сложится непредвиденная, для этого в пункте обогрева живет и служит специально тренированная поисково-спасательная собака по кличке Альма. Здравствуй, Альма! Спасала сегодня кого-нибудь? Ну, Альма сегодня пока еще не работала, греется в КамАЗе. На данный момент ситуация такова. На федеральной трассе Кавказ от Неменомыска до Курсавки принято решение о возобновлении поэтапного сопровождения колонн автотранспорта. Их возглавляет грейдерная и посыпательная техника. Скорость колонны не более 40 км в час. Впереди патрульная машина ГИБДД. В Кировском городском округе открыто движение по дороге Новопавловск-Курская-Моздок. В очистке федеральных и региональных трасс участвует необходимое количество техники. Краевой Миндор держит ситуацию под контролем. Дорожные службы. На данный момент работают 350 единиц техники. Люди работают две смены. Уже около 8500 тонн была обработана песчано-соляной смесью по всей территории Ставропольского края. Прогноз погоды на субботу внушает сдержанный оптимизм. С утра без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. С порывами до 15. Температура до двух тепла. Днем синоптики обещают до плюс пяти. Ветер поутихнет. Вечером местами мокрый снег и несильный ветер до 10 метров в секунду. Алексей Форсиков, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. В Ставрополе у дома по адресу улица Мира 280-1 уже вторую неделю угрожающе висит полусломленная ветвь ивы. После первых холодов и мокрого снега дерево не выдержало нагрузки и обломилось. Упавшую прямо в жилой двор часть вскоре убрали службы, а вторую, треснувшую, но еще не упавшую часть, оставили как есть. Ветки, которые обвалились, собрали и увезли. По поводу остальных веток должны были срезать, но для этого нужен какой-нибудь подъемник. ЖУ, видно, подъемник не нашло. Ветка, да, висит. Определиться с ней пока никто не может. Ждем. Либо свалится на кого-нибудь на голову, либо ее все-таки срежут. В ЖЭУ говорят, что работают над проблемой. Однако ВОЗ и ныне там. Спустя 10 дней после обращения никакого отклика и результата. А теперь погода разыгралась не на шутку. Сильный ветер, метель и наледь. При таких условиях ветка может упасть в любую минуту. И неизвестно с какими последствиями. Слезы в трубке «Мама, я сбила человека» или другой сценарий – это очень редкое лекарство, которое можно дешево приобрести только сейчас. Чего только не выдумают мошенники, чтобы нажиться на пожилых людях. Пресечь махинации глава края год назад поручил министерством вместе с силовиками. Профилактическую работу активизировали. Что из этого вышло, знает Ирина Ивановская. Каждая из листовок – это ситуация, при помощи которой мошенники пытаются обмануть наиболее незащищенных ставропольцев. Доверчивых пенсионеров. И инструкция, как не попасться на удочку обманщиков. Такие плакаты и листовки в крае стали средством массовой профилактики афер по отношению к людям в возрасте. Год назад глава Ставрополья дал поручение совместными усилиями защитить пожилых жителей региона. Давайте одну из наших гражданских инициатив посвятим тому, чтобы наших родителей не обманывали. Это будет хорошей нашей гражданской инициативой и хорошим нашим гражданским утригом на то, что сейчас происходит. Человеку деньги никогда не вернуть. И он пенсионного возраста, он их никогда уже не накопит. Ведомства взялись за работу. Платежки, листовки, плакаты появились в транспорте, в больницах, в аптеках. Их раздавали почтальоны. О методах обмана рассказывали соцработники. Очень помогали волонтеры. С пенсионерами беседовали около 6 тысяч добровольцев. Профилактикой охватили больше четверти миллиона пенсионеров по всему краю. Это все обслуживаемые нашими центрами социального обслуживания, плюс порядка 250 человек, которые прослушали вот такие курсы профилактики в университетах третьего возраста, на занятиях пенсионной школы, в различных семинарах, в общениях с социальными работниками. Результаты налицо. Только центрам соцобслуживания удалось предотвратить около 25 случаев обмана пенсионеров. Мошенникам не удалось выманить деньги у старопольчанки даже коронным приемом. Звонком со слезами и сообщением о сбитом дочкой или сыном пенсионера человеке. Женщина уже собралась к соседям занимать деньги, но вовремя сообразила перезвонить дочери. Катя, ты где? Я дома. Я говорю, ты ж только сейчас не звонила, что ты сбила человека. А этот услышал на мобильном и говорит, ну я ж вас предупреждал, никому не говорите, не называйте ситуацию, меня все. И отключился. Ну вот. А потом я спрашиваю дочери, говорю, надо звонить в милицию. Она говорит, надо. Об аферистах она знала по рассказам и памяткам, но не ожидала, что подобное действительно может случиться. Мы доверяли, а сейчас столько развелось вот нечестных таких людей ужас. И причем это все молодые. Ничего не вышло и у телефонных мошенников из Московской области. Звонивший сообщил, что собирается арендовать квартиру и попросил 62-летнего ставропольчанина сообщить персональные данные его банковской карты. В ответ на просьбу мужчина повесил трубку и обратился в полицию. Могут мошенники предлагать компенсацию заранее купленные якобы поддельные медпрепараты и обменивать купюры старого образца на новые. Вариантов много, защита одна. Если к вам пришли люди, уже представляются какими-то социальными работниками, не пускайте их на порог, пока не проверите обычным звонком именно в данную службу. То есть либо в банковское учреждение, либо позвоните родственникам, расскажите, что действительно вот такая ситуация, что к вам пришли, предлагают денежные средства поменять, либо сделать вклад под большой процент. Вам уже родственники помогут определиться в данной ситуации. Профилактика помогает снижать число обманов, уверены правоохранители. И главное, пенсионеры стали активнее обращаться в полицию. Ирина Ивановская, Джамиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Тема происшествий в Ставропольском крае не теряет актуальности. Только за минувшие сутки в экстренные службы поступило более 2000 обращений. Детали наиболее крупных ЧП в нашей постоянной рубрике «Оперативная сводка». По данным источника своего ТВ, житель Есентуков убил жену. После этого он сел в автомобиль «Шевроле», уехал и покончил с собой. По предварительной информации, мужчина работал в одном из санаториев Кавказских минеральных вод. Обстоятельства уточняются. Житель Петровского городского округа ответит по закону за свое незаконное увлечение. При обыске у него дома и на работе нашли марихуану общим весом более 3,5 килограммов. Возбуждено уголовное дело. Двух молодых людей накажут за хулиганскую выходку. Осенним вечером они остановили на улице 37-летнего мужчину и силой отобрали у него телефон и деньги. Автополицейские с судебными приставами проводят операцию «Должник». Они выявляют тех, кто не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Есентуках уже проверили более 20 адресов и составили 7 административных дел на должников. Надеялось, не заметят. Одна из пассажирок рейса «Дубай-Минеральные воды» пыталась незаконно провести 17 наручных часов известных марок. Минераловодские таможенники изъяли багаж, так как женщина его не задекларировала. Ведется проверка. Они организуют творческие вечера, участвуют в престижных конкурсах и помогают другим людям. Талантливую, творческую и неравнодушную молодежь накануне наградили в Ставрополе. А тех, кто в той или иной степени внес свой вклад в развитие нашего края, сюжет Джамилии Брагимовой. В субботний вечер на Александровской площади не похож ни на один другой. Атмосфера творческая, страсти кипят. Праздным прогулкам горожане предпочитают отдых с умом. Так, под открытым небом, в выходные здесь проходили турниры игр «Что, где, когда». Жителям такой формат неожиданно приглянулся. Разумные вечера организовывал интеллектуальный клуб «Понедельник» на средства президентского гранта. Руководитель клуба Олег Лешко всей душой болел за свой проект. Сегодня лично его отметили губернаторской наградой. Да, он набрал большую популярность, много людей приходило. Очень важно и реализовывать такие проекты. Нам было приятно реализовать. И здорово, что ценят, что общественная организация выигрывает такие гранты и реализовывает мероприятия. Символично, что награждают талантливых молодых людей в молодежном пространстве «Лофт». Ведь многие из них большую часть своего времени проводят здесь. За разработкой проектов и обдумыванием идей, обязательно прорывных. Вместе творят и придумывают, а теперь вместе получают награды. Как богат наш край на таланты можно увидеть здесь. Награждение лучших ребят длится почти два часа, что само по себе очень много. Но никого это здесь не напрягает, а наоборот только радует. Ведь в мероприятии так мало от официальной церемонии. И это скорее больше напоминает такую встречу старых друзей, которые давно не виделись. Если кто-то на сцену выходит только один раз, другие уносят с собой целую россыпь наград. У Инны Кулиевой все грамоты и дипломы едва помещаются в руках. Она не только доброволец со стажем. Вот уже много лет девушка объединяет под своим началом тех, кто хочет помогать людям. Не так давно она получила грант на форуме Машук. И теперь будет воплощать в жизнь свой проект. А еще сочиняет стихи. Конечно, очень приятно, очень рада. Ведь когда мы получаем такие награды, сразу подчеркивается значимость нашей волонтерской деятельности. Ведь мы за волонтерскую деятельность получаем элементарное спасибо. Иногда вот такие приятные грамоты. И, конечно, это радость, это радость. И приятно, что нас обучают такими наградами. Награды получили около сотни молодых людей. Победители краевых и федеральных конкурсов. Лидеры молодежных и общественных организаций. Бойцы студотрядов. Талантливые, знающие, чего они хотят. И самые лучшие. Это такое небольшое подведение итогов, где мы хотим показать, отметить самых лучших, самых инициативных, самых крутых. Задача, которой стоит Владимир Владимирович, как раз они поддержать ту молодежь, которая имеет, которая хочет что-то изменить. 2018 год для молодежи выдался невероятно яркий и трудоемкий. В крае прошли сразу несколько молодежных мероприятий. Студенческая весна, на которую приехали студенты всей страны. Форум Машук, где встречали президента. Активистам пришлось потрудиться на славу. Но и впереди работы немало. Ставрополь сейчас вовсю готовится принимать у себя студвесну стран Шосс и Брик. И вся надежда в этом деле на нашу молодежь. Джамирия Ибрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Елки Ставрополя украсят игрушками ручной работы. В промышленном районе краевой столицы проходит фестиваль «Узоры зимы». Ученики городских школ и воспитанники детских садов создают елочные украшения своими руками. Эти игрушки повесят на ветви зеленых красавиц города к Новому году. Другие новости территории края в нашем традиционном муниципальном обзоре. Юбилей отметила детская музыкальная школа города Михайловска. Вот уже 55 лет в ее стенах растут и развиваются юные таланты. За эти годы школа выпустила более тысячи учеников. Многие из них связали свою жизнь с музыкой. Школа продолжает свою работу и сегодня. Здесь обучают детей игре на музыкальных инструментах и вокалу. Старшая медсестра 2-го военного госпиталя Росгвардии в Пятигорске Оксана Пах получила премию имени Риммы Ивановой. Она стала победителем в номинации «Женщина в погонах». Поздравление и награду старшина медицинской службы принимала на заседании актива Краевого совета женщин в правительстве Ставропольского края. В госпитале она работает уже 20 лет. В Железноводске огни на главной елке зажгут 13 декабря. В курортном парке города состоится концертная программа «Огни новогодней елки». Здесь же развернется благотворительная ярмарка «Вместе теплее». На ней все желающие смогут приобрести варежки, которые связали школьники из Железноводска. Вырученные деньги направят в поддержку Деддома. Кроме того, Пушкинская галерея на время праздников превратится в приемную Деда Мороза, где можно будет отправить ему письмо. В Ставрополье пройдет краевой конкурс «Вожатый года-2018». В течение трех дней лучшие участники педагогических отрядов региона будут выяснять, кто из них самый лучший. Конкурс пройдет в двух номинациях – «Прорыв» для начинающих вожатых и «Профи» для тех, кто отработал с детьми не менее двух сезонов. По результатам заочного этапа конкурса в финал прошли 11 сильнейших вожатых из Ставрополя, Пятигорска и Ессентуков. Они поборются за звание лучшего вожатого Ставропольского края. Пельмени, колбасы и деликатесы из диетического, а главное – местного мяса. Вот уже несколько лет в Изобильненском городском округе успешно работает предприятие «Агроплюс». Оно специализируется на выращивании индейки и производстве продукции из нее. Компания вышла уже на третий этап реализации инвестпроекта, который стал возможен благодаря поддержке Сбербанка. Кира Рогожина продолжит тему. «С химии никакой нет, все натурально». «А специи добавляют?» «С специи, да, добавляются, разные специи. Черный перец, пять перцев добавляется, соль добавляется». Ну и, конечно, любовь. Имена так на предприятии «Агроплюс» делают и пельмени, и другие полуфабрикаты и деликатесы. А еще выращивают индейку. Здесь она, к слову, практически рекордсмен. Вес индюка может достигать 17 килограмм, самки – 8. «Предприятия замкнутого цикла, значит, даже корма для птицы здесь тоже производят сами». Идея создать такое производство возникла еще в 2012 году. В 2015 году, благодаря кредиту от Сбербанка, началась его реализация. В настоящее время уже функционируют две площадки по выращиванию и пять от кормочных площадок – мясоперерабатывающий комбинат. «Условия кредитования являются основными. Учитывая те финансовые инструменты, те господдержки, которые мы параллельно прорабатывали и имели, условия Сбербанка для нас были самыми оптимальными, самыми лучшими. Плюс реакция, плюс отношение людей. Вот эта командная их работа, она дает положительный результат». Общий объем инвестиций банка в этот проект превысил 3 миллиарда рублей. Помимо финансового обеспечения, банк тщательно следит за этапами его реализации, а также оказывает поддержку компаний. Между тем, Сбербанк финансирует несколько десятков проектов в сфере АПК. За последние два года реализовано больше ста подобных инвестпроектов. «Отрасль – флагман для нашего региона. Соответственно, мы не могли оставаться в стороне. Для нас это очень важная отрасль, которая позволяет в том числе и обеспечить качественными продуктами питания населения и, соответственно, качественными, самое важное, доступными». Банк планирует и дальше наращивать вложения в аграрный сектор. Компания «Агроплюс» же вышла на третий этап реализации своего инвестпроекта. Уже в следующем году предприятия планируют увеличить производство до 12 тысяч тонн мяса в год и занять существенную долю регионального рынка индейки. А еще начать экспортные поставки в страны ближнего зарубежья. Кира Рогожна, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение, Изобильнинский городской округ. Продолжаем выпуск. В Ставрополе прошел круглый стол, главными участниками которого стали члены Молодежного этнического совета края. Представители практически всех национальностей, проживающих в регионе, собрались для того, чтобы подвести итоги проделанной работы в этом году и составить планы на следующий. Со своей деятельностью этнический совет справляется успешно, проводит различные мероприятия, рассказывает о национальных традициях, а также стирает стереотипы. Таких мероприятий огромное количество, буквально на днях будет День армянской культуры, то есть на Ставрополе. Я бы, наверное, сказал бы это сохранение той культуры, которая есть, потому что современный мир, особенно молодежь, очень подвергается воздействию западной культуры и стирается та грань, которая есть. И для того, чтобы мы процветали, жили в единой российской нации, то есть создан именно этот совет. Они точно знают все нормативы и смогут договориться даже с самым сложным клиентом. В Ставрополе собрались лучшие руководители отделений и операторы почтамта со всего Северокавказского федерального округа. Здесь прошел макрорегиональный этап конкурса профмастерства. Он делится на две части – теоретическую и практическую. За 40 минут участникам нужно ответить на ряд вопросов, касающихся разных сфер их деятельности, а на практике – показать, как справляются со сложными ситуациями и умеют общаться с клиентами. Победители получат денежные призы, а те, кто займет первое место, будут защищать честь СКФО на всероссийском уровне. Уходим от советского времени, приходим к нормальной, активной, позитивной, современной работе. Для этого проводятся вот такого уровня профессиональные праздники, профессиональные конкурсы, где выявляются лучшие практики. И, соответственно, передается тот опыт в регионе, который, будем так говорить, позитивным образом складывается на всей структуре нашего государства. Участие в конкурсе профессионального мастерства, ну, наверное, в первую очередь для того, чтобы увеличить свои знания, повторить материал, который уже, возможно, был забыт. Очень интересно. Теперь мечты могут стать реальностью. У тех, кто всегда хотел заниматься фигурным катанием, но не имел возможности, появился шанс исполнить мечту. Клуб любителей фигурного катания начал набор на бесплатное обучение для участия в открытых соревнованиях в рамках нового проекта. На его презентации побывала Екатерина Сегида. У маленькой Олеси в 7 лет уже множество наград за участие в разных соревнованиях. Она занимается в клубе любителей фигурного катания и останавливаться не собирается. Где ты хочешь стать в будущем? Тренером по фигурному катанию. Чтобы быть красивой, мне нравится этот спорт. Организаторы клуба давно шли к реализации проекта «Фигурное катание. Спорт для всех». И совсем недавно им улыбнулась удача. Они победили в конкурсе президентского фонда и получили грант. Теперь впереди много идей и планов. На самом деле мы первое мероприятие в рамках проекта уже провели. Мы открыли котов в городе Михайловске. Впереди еще пять больших проектов. Это, как я уже сказала, ледовое шоу, посвященное Новому году Рождеству. Второе мероприятие связано с тренировочным процессом взрослых людей. Оно пройдет в феврале месяце. В январе у нас будет Татьянин Леод. Следом за этим турнир по фигурному катанию среди детей. Это уже будет четвертый турнир. И вместе с ним будет ледовое шоу, посвященное Дню Победы. Информационную помощь проекту оказывает Центр поддержки гражданских инициатив партии «Единая Россия». Это наша первая ласточка. В дальнейшем мы ждем заявки. У нас, конечно, есть перечень направлений, с которыми мы должны сотрудничать. Но я даже их не буду сейчас озвучивать. Поэтому мы готовы сотрудничать с любыми инициативами, которые в первую очередь социально направлены. Чтобы стать участником проекта, достаточно заполнить заявку на официальном сайте клуба любителей фигурного катания. Всего планируют набрать около двух тысяч человек. Организаторы вступили на лед. Теперь очередь за жителями Ставрополья. Теперь благодаря этому проекту научиться кататься на коньках сможет любой желающий, независимо от пола и возраста. Поэтому не откладывайте мечту на завтра. Заходите на сайт, регистрируйтесь и принимайте участие в состязаниях. И вам обязательно повезет. Екатерина Сегеда, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Сегеда, Иван Шаталов. Сегеда, Иван Шаталов.